Здравствуйте! Новости на канале ТЭС в студии Джулдош Исаков. Президент Садр Джапаров продолжает свою командировку и сегодня он находится в Таджикистане. В Душанбе он прилетел накануне вечером после встреч, проведенных в Ашхабаде, с президентом этой страны Гурбангулы Бердемухамедовым. Встретил Садр Джапарова в аэропорту Кахир Расулзада, как и подобает при совершении визита подобного статуса. Отметим, что официальных переговоров вчера не проходило. К этой минуте Садр Джапаров и Мамали Рахмон уже встретились. Переговоры проходят во Дворце нации. Возле парадного входа Джапарова ожидал Рахмон по красной ковровой дорожке. В сопровождении роты почетного караула они проследовали обсуждать двусторонние отношения между нашими соседствующими государствами. Накануне лидеры уже виделись, провели неформальную встречу ТЭТАТЭТ сразу после приета Садр Джапарова в Душанбе, причем в очень живописном месте. Лидер Таджикистана Мамали Рахмон пригласил прибывшего гостя в свою загородную резиденцию Бахор. Она располагается в Арзопском районе. И эта встреча носила еще и ознакомительный характер с принципами развития туризма, который применяет Таджикистан. Как подчеркнула принимающая сторона, таким образом Садру Джапарову хотели представить уникальную природу республики. Уже сегодня намечены рабочие переговоры. Не секрет, что между нашими странами есть круг вопросов, которые требуют скорейшего решения. Прежде всего они связаны с границей. Последние события в Баткинской области, произошедшие в конце апреля-начале мая, привели к гибели более 30 человек. Общая линия границы между нашими странами составляет 980 километров, из которых половина пока еще не определена. Успел этим утром Садр Джапаров посетить памятник основоположнику таджикского государства Исмаили Самани. Он возложил венки к монументу. Расположен этот комплекс на столичной площади Дусти. И в Душанбе это мемориальное место национального единства Таджикистана было открыто в 1999 году в честь 1100-летнего юбилея Саманицкой державы и является символом таджикской государственности. Таджикистана После его внезапно переквалифицировали в подозреваемого и задержали. При этом озвученные претензии были очень размыты и до сих пор, даже спустя месяц, не представлено ни одного логического обвинения, а главное доказательство к нему. В первые дни ареста ГКНБ отмечал 2012 год, когда Бабанов был премьер-министром. Но в этот период он вернул 16300 гектаров государству, ранее незаконно переданную кумтору, и создал комиссию по выявлению нарушений, которые допускала компания при освоении рудника. Другими словами, ничего противоречащего интересам государства в его действиях не было. Защита Бабанова отмечает, что документально это доказало. Касательно микрокредитной компании Alloto Finance, которая также была создана в период премьерства Омбрукбека Бабанова, в СМИ появилась информация разного толка. Напомним, что эта государственная компания появилась в апреле 2012 года, капиталом для деятельности которой стали средства Кумтора. И вот как они работали. Уставной капитал организации был создан за счет спонсорской помощи ЗАО Кумтор Голд Компани. Предприятие выделило 21 миллион долларов на эти цели. Кредиты выдавались под 7% годовых. Через месяц после создания компании, 10 мая 2012 года, Джалалабадской области выдали первый микрокредит. В целом, до сентября того же года по всей стране Alloto Finance выдала более 13,5 тысяч кредитов, которые охватили примерно 30 тысяч человек. Кредиты выдавались не на бытовые цели, а на малый бизнес. Растения водства, животноводства, переработка фруктов и ягод, организация малых производств, ремесленничество, сфера торговли и услуг. Без залога. Отмечалось, что основная цель такого кредитования было сокращение бедности среди населения. И, как вспоминают депутаты, она позволила гражданам, например, приобрести домашний скот, заработать на нем и улучшить условия жизни. И главное, что возвратность кредитов, выданных компанией Alloto Finance, составляла 100%. Компания проходила и аудит, и счетная палата не выявляла никаких нарушений. Ее ликвидация была проведена уже правительством под руководством Джентерусаты Балдиева. Все средства были переданы в Аилбанк. Ни сумма не потерялась, а расходы, связанные с ликвидацией микрокредитного агентства, такие как выплат выходных пособий и заработные платы, работникам составили лишь 29,5 миллионов суммов. Польше около 300 граждан через депутатов высказывали свое недовольство о закрытии Alloto Finance, о чем народные избранники заявляли на заседаниях палаты. В сентябре 2012 года по непонятным причинам остановилась выдача кредитов, а в феврале 2013 постановлением правительства агентства ликвидировано. Часть спонсорской помощи от Кумтора в виде 803 миллионов суммов переведена в Аилбанк, который выдает кредиты уже под 10%. Сегодня никто не знает, как предоставляются кредиты, никто не дает точной информации. Для получения кредита выставляются сложные условия, что вызывает недовольство сельхозпроизводителей. Стационары Бишкека практически заполнены больными с коронавирусом. Республиканская инфекционка имеет 400 койко-мест и все они сегодня заняты. В других госпиталях свободными числятся по несколько кроватей в палатах. Сложная ситуация с распространением SARS-CoV-2 наблюдается по всей республике. Третья волна заражений набирает обороты. Так, статистика на сегодня сообщает о 1092 новых заболевших. В Бишкеке продолжается прирост и снова выявляются рекордные цифры. 602 человека. Много больных и в Чуйской области 177. А в Джалалабадской области 83 человека и 70 выявленных инфицированных в Баткене. Летальные исходы увеличиваются. За сутки умерло по стране 10 граждан. Всего болеющих уже 10,5 тысяч человек. Более 7 тысяч лечатся на дому, а в больницах 3 209. 140 человек в крайне тяжелом состоянии, 926 в тяжелом. Компания по вакцинации продолжается. Новые партии препаратов на подходе сообщили в Минздраве. О вакцинации тоже хотел бы отметить. В средствах массовой информации тоже идет бурное обсуждение по поводу привоза 150 тысяч доз вакцина с Китайской народной республики. Это будет в середине июля, будет в Кыргызстане. То есть все переговоры прошли согласно графику со стороны Минздрава и правительства. Все вопросы были решены. Утвержден клинический протокол пятой версии. От 16 апреля 2021 года мы сейчас работаем по данному протоколу. И хотелось бы напомнить, что мы здесь отразили опять-таки, что нельзя использовать недоказанные и неэффективные средства. Это прежде всего касается противовирусных, потому что они не показали свою эффективность. И особо хочу подчеркнуть, чтобы с самого начала болезни не применяли гормоны. Это дексаметазон, гидрокортизон и другие, и антибиотики. Потому что если у пациента легкое течение, эти препараты, наоборот, могут вызвать более тяжелые заболевания. Минздрав снова с руководителем. Там сообщили, что Алмкадребиш Налиев на рабочем месте. Выздоровел и его состояние удовлетворительное. Повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат. Все свои силы, как рассказали в Минздраве, глава ведомства бросил на развертывание новых стационаров. Оборудовать койки, возможно, придется в Суворовском училище. Около двух сотен, 120 дополнительных мест организуют в национальном госпитале, а также 200 коек в институте курортологии. О том, что Алмкадребиш Налиев соболел коронавирусом, стало известно 25 июня. А уже спустя четыре дня в Минздраве уверяют, что министр поправился. Говорилось, что он лечился в своем кабинете. Сам Бишин Алиев заверил, что принимал аконит и никакие другие лекарства. А болезнь, по его словам, протекала в легкой форме, так как он недавно вакцинировался. Сандар Джапаров подписал новый закон о ЦИК. Немногим ранее этот документ одобрили депутаты Джигурху Кинеша. Он приведен в соответствии с новой конституцией. И по нему состав ЦИК формируется из 12 человек. Половину из которых представляют президент, а половину парламент. Отметим срок действия полномочий прежнего состава. Истек 25 июня. Однако члены избиркома продолжают выполнять свои обязанности. До тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Закон определяет полномочия. Функции, одним словом, регламентируют работу ЦИК. В нем обозначены все нормы и сроки процедуры голосования. Будь то на выборах местных и парламентских, будь то референдумов. Из шести человек по квоте президента известно, что нынешний председатель Нурджен Шейлдабекова будет представлен. О других кандидатурах неизвестно. А вот от парламентских фракций уже есть претенденты. Так, СДПК выдвигает Узарбека Джилкабаева. Республика Таджурд Кайрата Маматова и Табулды Тилаева. В Нугу Прогресс Тенштейка Шайназарова. От Бирбола, Абдиджапар Бекматов. Кыргызстан готовит Аклбека Ишимова и Чулпон Исинаманову. От Атамикена Марс Наспеков и Скиндер Гейпулов. Ну что ж, на этом пока все. Развитись событий, вы узнаете из наших следующих выпусков. Уверимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!